Всем привет, ребята и девчонки! В этом видео хочу заснять вторую часть о моих люксовых покупках. Мною была куплена вот такая вот помада в виде карандаша от фирмы Chanel. Цвет очень красивый у нее, такой очень нежно-розовый, слегка уходящий в персик, вот что-то такое. На губах смотрится очень-очень нежно, она подчеркивает просто натуральный цвет губ. Губ ложится таким, знаете, как блеск и вообще имеет такую блестящую текстуру. Но в течение минут 20 ваши губы впитывают эту помаду и как бы остается просто легкое ощущение, как будто бы на губах не блеск, а уже конкретно помада. Ну съедается она, конечно же, очень быстро, но остается такой, знаете, легкий-легкий розовый тинт. И мне это очень нравится, у меня, кстати, оттенок 202 конты. В нем имеется еще, помимо вот этого блеска, еще имеются такие как бы блесточки мелкие, которые видны чисто на электрическом свете, на дневном свете они даже не видны. И помада очень-очень приятно пахнет, ненавязчивыми, какими-то дорогими духами, но ненавязчивыми. Очень рекомендую, и стоила она мне по скидке около 1800, что ли. Причем скидка была достаточно приличная, а по обычной цене эта помада стоит вроде 2 500, около того. Как бы зрительно сглаживает, что ли, губы, делает их более моложе, такие более сочные губки получаются. И шелушение она совсем не убирает, но она их смягчает просто. Поэтому вот эта помада хорошо на зиму подходит. Вот такая вот помада от MAC, она была мною куплена за 1450 рублей в фирменном отделе MAC. Мне хотелось матовую помаду, и я приобрела вот такой вот цвет. Он тоже как бы более холодных тонов, холодный такой сиренево-розовый цвет, больше, наверное, даже уходящий в сирень. Вот, сначала я в этой помаде, конечно, разочаровалась, но и сейчас я не скажу, чтобы она прям была такая супер-пупер. Есть матовая помада, которая намного лучше, чем эта. Тяжелая текстура, так скажем, на губах она ощущается, но она сильно не скатывается. Если только вы будете беспрерывно болтать 2 часа, ровно сходит с губ. После чая, кофе она слегка уходит вот с этих мест наверху. Здесь в виде обводочки такой снизу остается. Но как бы это смотрится натурально, это не смотрится так, что внутри у вас такая проплешина, да, ничего нет, а снаружи как обводка осталась. Помада склонна подчеркивать шелушение. Причем, если они есть, лучше ее вообще не наносить, иначе она их еще даже увеличит. То есть, эта помада в холодное время года не подойдет, особенно для тех, у кого сохнут губы. Она вот, почему сначала она мне не понравилась, потому что я ее приобрела как раз таки в зимнее время, когда у меня сохли губы. Я ее нанесла, и мои губы стали еще более сухие. И она подчеркивает складочки, которые есть на губах. Из-за этого губы вообще все такие, знаете, морщинистые, сухие, как у какой-то нездоровой бабульки. Вот, поэтому сначала я в ней вообще разочаровалась. Я подумала, ну да, ну, зря я эти деньги потратила. Но сейчас я вижу ее совсем другой, потому что мои губы стали лучше, влажность на улице стала больше. Соответственно, меньше стали сохнуть губы. И она так вот более ровно стала наноситься, и не образовывает шелушинок. Но тем не менее, вот эти складочки губные, она подчеркивает. Помада, в принципе, нормальная, но именно для ровных губ таких, не склонных к шелушению. Pink Plate 33, для тех, кому интересно. Следующая помада, стоила она мне по акции в Элитуале что-то около 900 рублей, что ли, не помню, около того цена была. Это помада Shiseido, сразу скажу оттенок тогда, RD 309, Coral Short. Это такая, знаете, очень необычная помада, я бы сказала. Тоже наносится достаточно плотным слоем, как и мак, то есть с первого раза наносится. Не обязательно подкрашивать постоянно ее, она хорошо держится, очень хорошая пигментация, замечательные ухаживающие свойства, в отличие от мака, она увлажняет, увлажнит любые губы. Ну, вообще, замечательная просто помада, и питает, увлажняет, и цвет шикарный, и как бы на губах держится хорошо, и разглаживает как-то губки. Цвет у нее такой очень неоднозначный, с одной стороны она такая, как бы, розовая, с другой стороны в ней есть что-то коралловое. И при разном освещении она дает разный эффект, то есть при электрическом вечернем освещении она больше, наверное, уходит в коралл. При холодном таком освещении, как у меня сейчас, наверное, она больше будет уходить в такой нежно-розовый. Вот, и такой неоднозначный эффект, то есть как помада хамелеон, хотя вот этого эффекта хамелеона здесь нет вообще, просто сам по себе такой цвет необычный. Вот, и помадка вот этой серии, честно говоря, не знаю, что за серия, шоссе, да, руш-руш серия. Вот, она, крышечка сделана на магните, такой фундаментальный футляр, чувствуется тяжелое, что-то качественное такое, и крышечка сама вот к этим магнитикам прилипает. Очень удобно сделана. Вообще, эта помада теперь мой любимчик на лето цвет, потому что такой действительно летний, но на выход цвет. И следом, что хотела бы еще показать, мне тут сестра подарила вот такую вот тушь, это тушь от Bourjois, она называется Twist Up The Volume, то есть подкручивание и объем. И вот у нее основная фишка в том, что здесь идет такая щеточка необычная, ее можно и увеличивать, вот эту вот штучку, и уменьшать, ну вот эту щеточку. Я всегда использую на режиме уменьшения, она у меня на максимум уменьшена, потому что я ее пробовала раздвигать по-разному, и приходила к выводу, что мне как бы она либо слепает ресницы мои, когда она именно раздвинута, эта щетка, они становятся действительно как паутинные лапки. Очень много продукта на ресницы попадает, она прям попрядно так сильно разделяет. Поэтому для себя вот я выбрала такой вариант, что она у меня постоянно вот такая вот подкрученная до конца. Мне понравилось то, что у меня чувствительные глаза, и когда бывает мне ветер в глаза прохладный попадает, у меня начинает слезиться. И я обычно иду по улице, там до остановки, да, и вот здесь начинаю поправлять, в слезинки вытекают. И обычные туши, они отставляют разводы такие черные, а эта тушь не оставляет. Если она исходит с этих мест, да, где слезинки, она как бы такими мелкими крошечками, что ли, которых незаметно. То есть если вы где-то заплачете, можете рассчитывать на то, что некоторое время она хотя бы у вас не будет черноту под глазами создавать. Тушь реально классная, спасибо за подарок, Аня. Вот, мне очень-очень понравилось, советую. Также у меня были куплены три от теней от Шизейда. Что мне нравится у Шизейда, у них всегда вот кисти, которые они кладут в комплект, они всегда работоспособные. Очень приятные цвета, нежно-светлый, да, для того, чтобы осветлять уголок глаза и наносить под бровь. Такой он не белый, он слегка даже с желтинкой, с мелкими золотистыми блесточками, но это смотрится очень красиво. Вот, посередине такой цвет золотисто-розовый, я бы сказала, такой универсальный цвет. Мне кажется, вообще эта палетка практически для любого цвета глаз подойдет. Она такая универсальная. Справа самого здесь идет фиолетовый, тоже с блесточками. Они все идут с блесточками, но как бы они не смотрятся так, знаете, сильно вызывающе. Они смотрятся очень деликатно, эти тени. И вот сейчас они на мне, я вам покажу поближе, как они смотрятся на глазу. Там, конечно, не сильно видно, но все равно эти тени очень красиво смотрятся. Огромный плюс вот этих теней, то, что с ними сможет справиться любая девушка, которая вообще даже не умеет наносить тени. Они великолепно растушевываются, они имеют такую очень нежную шелковую текстуру. И растушевать их, ну, честно, как нефиг делать, да, вот такую фразу скажу. Действительно, они очень-очень легко тушуются между собой, не оставляют ни пятен, ни разводов, никаких, ни точек. Вот знаете, иногда бывает ставишь, начинаешь растушевывать. В одном месте оно как прилипло, и хрен растушуешь, и остается такая как бы жирная точка. Вот. Вот. Здесь такого нету, то есть, действительно, для любого человека, даже для того, кто красится практически не умеет, эти тенюшки очень хорошо подойдут. По-моему, что-то вроде 2,700 у них сейчас цена, но я не буду врать, может быть, уже другая цена. Очень рекомендую палеточка RD 299. Clorans, это матовая пудра Evermat 01 оттенок. Ее очень-очень хвалят все. Но вы знаете, вот честно вам скажу, я сначала пользовалась, я ее, честно, до сих пор не очень поняла. Я себе взяла оттенок потемнее, специально на лето. У этой пудры, что сразу бросается не в глаза, а в нос, это запах. Вот. Так обычно пахнут продукты от Clorans. Вот некоторые, такой ароматизатор для пудры, я считаю, что достаточно сильный ароматизатор. Вот. И здесь идет такая необычная губочка, ворсистая. Она очень плотным слоем может наносить продукт на лицо. Вот. Сам продукт, если наносить пушисто-мягкой кистью, он ложится легкой вуалью и хорошо покрывает лицо. Хвалят эту пудру именно за то, что она великолепно матирует достаточно долгое время. Но вы знаете, если бы я сейчас покупала себе пудру, я купила бы однозначно пудру от фирмы Shiseido. Они мне очень нравятся. Они не сушат кожу, ничем толком не пахнут. Ухаживают за кожей, замечательно выравнивают структуру кожи. Здесь, конечно, продукт, он тоже очень шелковистый. Когда вы его набираете на пальчик, либо наносите на лицо, лицо действительно становится таким очень гладеньким. Замечательно действительно матируется. Но единственное, что я заметила, какой недостаток, это то, что она сильно сушит кожу. Особенно если вы наносите достаточно плотным слоем. Ну, я не знаю, у кого как, но я у себя заметила, что у меня появляется чувство стянутости кожи, если ее поактивнее нанести, вот эту пудру. Если бы вы пользовались Shiseido и вот этой, я думаю, вы бы для себя разницу какую-то уловили. Все-таки для меня Shiseido это что-то более качественное. L'Occitane. Крем для рук. Решила попробовать мини-версию. За 600 рублей брала в отделе L'Occitane. Не знаю, почему все хвалят версию Pion. Я его понюхала. Мне Pion не очень понравился. Но это тоже мой личный вкус. Все мы разные любим. Поэтому я взяла себе крем по запаху. Тот, который мне подошел. Роза и карите. Здесь, конечно, в составе имеется много силиконов. Но, тем не менее, крем замечательно смягчает кожу рук. Он достаточно плотный, хорошо впитывается. И оставляет небольшую пленочку, которая в течение дня защищает ваши руки от пересыхания и прочего. И зрительно, кстати, этот крем неплохо выравнивает структуру кожи рук. Соответственно, они выглядят у вас более ухоженными и молоденькими ваши ручки. Я ожидала, конечно, судя по отзывам на косметисте, я ожидала более какого-то сногсшибательного продукта. Но, в принципе, крем действительно неплохой. Но я пользовалась продуктами получше. У меня, к примеру, был крем от BioSelect для тела. Он у меня сейчас есть. Просто у него скончался срок годности. Нужно его выкидывать. Вот он замечательно увлажняет. И это ощущается более натурально на руках. То есть, меньше силиконов. И это, наверное, было все на сегодня. Всем до следующего видео и пока!